Вагоны с российскими сельхозудобрениями по-прежнему идут в Украину. Хотя на прошлой неделе ввоз этой продукции российскими компаниями, которые торгуют с ДНР и ЛНР, был запрещен. С серыми схемами торговли требуют разобраться и народные депутаты, и журналисты. Об очень странной цепочке запрещенного бизнеса наш следующий материал. Этих вагонов на 632 миллиона долларов сельхозудобрений, карбамид и аммиачная селитра, было ввезено в Украину только в этом году. Из России ввезено на 40% больше, чем в прошлом году. Европа и все цивилизованные страны вводили торговый эмбарго против агрессора. А мы? Украина без оглядки торговала с российским Еврохимом. Абсолютно легально сотни миллионов долларов из украинского бюджета ушли новомосковскому, невыномыскому и куйбышевскому азотом и их владельцу, российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Именно он и приобрел себе на наши деньги вот эту яхту «Белая жемчужина». Кстати, самая длинная яхта в мире. А сколько ушло в бюджет РФ? Тем временем украинские предприятия, которые могли бы полностью обеспечить нужды наших аграриев, простаивают. А кто-то набивает карманы взятками на теневых схемах. Но проблема не только в этом. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрения. Налоги платят там, значит, идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. Мы говорим об импортозамещении. А заводы стоят. Если на карте Украины исчезнут заводы по производству минеральных удобрений, цена импортных удобрений вырастет как минимум в два раза. Основной поставщик удобрений в Украину Еврахим давно сотрудничает и с Российским министерством обороны. В Украину поставляют мешки с карбамидом. На российские заводы селитру для патронов. Солдатам российской армии. Более того, как выяснили в военной прокуратуре Украины, Еврахим активно поставляет удобрения в ДНР и ЛНР. Наконец-то в мае этого года нардепы Украины поставили шлагбаум, ввели пошлины на российские удобрения. Но если не мытьем, то катанием Еврахим пытается вернуться на наш рынок. Вот это голь и работает в Украине в виде дочернего предприятия российского Еврахима. Еврахим Украина. Как видно на сайте компании, россияне активно продают в Украине калийные, азотные и фосфорные удобрения. По данным специалистов, большая часть этих грузов российские. Вот только идут они теперь через Беларусь. Там на мешках попросту перебивают бирки. Затем вагоны заезжают в Украину, несмотря на все запреты и санкции. Сегодня я вернулся к первому вице-премьер-министру Украины, который глава этой комиссии, Степана Кубева. Переговорил сегодня с директором Минэкономразвитка. И попросил провести негайное черговое заседание этой комиссии, для того, чтобы рассмотреть этот аспект. Чи под виглядом белорусских компаний до нас не заходит доброго с походжением Российской Федерации. Я требую, или прошу, возможно, корректнее будет так сказать, инициировать решение про порушение и проведение антидемпингового расследования что до импорта в Украине зубных добрых походжений Российской Федерации, которые импортируются в Украину транзитом через Республику Беларусь. Кто и как наживается на серых схемах торговли и активно пытается пролоббировать отмену пошлин, это вопрос к правоохранительным органам. И ответ лежит неглубоко. Стоит только задаться целью его получить. А пока под угрозой не только тысячи рабочих мест украинцев, но и РНМ страны перед Западом, которые вряд ли примут лукавые объяснения, почему мы можем торговать с Россией. А они нет. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok